Привет всем! С вами ваша Силва Баттфлай, Серебряная Бабочка. Сегодня я купила духи и хочу похвастаться, и не могу, потому что нет настроения. Я еще до сих пор не открыла свои новые-старые-труднонаходимые, снятые с производства Нарсиса Родригес. Именно вот эта версия, черная с прозрачным, по-моему, так. И еще одну снятость я купила сегодня. Вот такой гигант 100 мл Герлен. Я делала видео по этому аромату, когда у меня был пробничек. La Petite Rave Noir Le Marot Sous Le Vain. То есть это развивающее платье на ветру. Я помню, тогда мне очень понравился этот запах. Смотрю, этот аромат в количестве двух экземпляров стоит. Ну, я думаю, сначала я взяла вот этот, пошла домой, потом долго не спала, вернулась. Но там уже осталось не в количестве двух, а в количестве одного, и я взяла. Я не уверена, что я даже буду его открывать. У меня пробник, скорее всего, сохранился. Это я взяла как стратегический запас или НЗ. О, что-то солнце вышло. Сейчас я выключу свет. Самое интересное, что здесь даже есть на русском. Я самая истинная парижанка. Мой соблазнительный аромат уносит меня в увлекательное путешествие. Следуйте за мной. В парфюмерном гардеробе La Petite Robe Noire я, кружащийся в векре аромата, модное платье. Аромат – это своеобразное невидимое одеяние, где стайное становится явным. Хорошо. Вот так. Тут, короче, печать, поэтому я не могу прочитать дальше. У меня 100 миллилитриков. Прям ужасно хочется раскрыть. Но дело в том, что сейчас в настоящем, в связи с событиями, мне ничего не хочется раскрывать. И потом мне особо идти некуда сейчас. А так, если будет, ну, хотя бы это пригодится для оплаты. Ну, короче, не дай бог, конечно, но пока я их не открою. А побрызгаюсь я вот этим. А, подождите, мне же еще дали пробнички. Так, этот чек. И тут у меня Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion. Такой лосьон. Natural Serious Skin Warrior. Против загрязнения воздуха. И такой вот Cloraine. Для чего он, я не знаю. От фирмы Pierre Fabre. Честно говоря, уж на что я умею читать близко, потому что я не дальнозоркая. И то я не могу разглядеть. Ну, вот такая вещичка. Но самое главное, все-таки заслужила я вот такой вот пробничек. La Viabelle, значит, новая версия Le De Parfum D'Exception. То есть это такой исключительный аромат. В общем, может быть, я даже сделаю как-нибудь отдельное видео. Сейчас какого-то нету настроения прям делать видео. Надо вот как-то себе появить эту волну. У меня ее нет. Вообще, я пыталась делать видео совсем про другое. Но я не могу. Я не могу себя заставить. Потому что знаю, что это чревато последствиями. Обожаю этот аромат. Я его хорошо чувствую. Он всегда со мной. Он и сладкий, и горький. Как виноград Изабелла. Обожаю. Дьюси Кутер вот этот. Такая вот прелесть. Сейчас такая история, что у многих притупилось чувство нюха. Но вот именно с этим все как прежде. Ну, тогда еще немножко почитаю комментарии. Не разбегаемся. Ждите меня через секунду. А это с прошлой покупки, которую мне дали при духах. И я его использовала. И я его использовала. Хотела просто показать вам текстуру. Ну, смотрите. Это под глаза. И вот такая капля нежно-голового цвета. Синего такого. И вот так вот размазываешь. Пахнет морем. Ну, как бы не морем, а кремом. Прелесть. Скоро у меня он закончится. Уже можно было выкинуть. Но я еще его порежу наполовину. И использую до конца. Так.